Всем привет, пацаны! Я залетел поиграть на Амазинг, буквально вот. Только недавно приехал с работы, покупался и решил записать видео, чем я вообще занимаюсь на Амазинге после работы. Кто не в курсе, я сейчас работаю каждый день без выходных, ну то есть в 6 утра я получается встаю, потом иду, получается, на маршруточку, сажусь, еду часик, потом работаю с 8 до 6 вечера и обратно часик добираюсь домой. Короче, вот такой вот у меня график работы и так будет на протяжении двух недель, может быть чуть больше, поэтому видосы вот так вот редко выходят. В этом видео не будет, я думаю, особого монтажа, потому что у меня на этом нет времени, я вот сейчас это видео снимаю пол восьмого, в 10 часов я уже ложусь спать, поэтому мне надо быстро все сделать, чтобы вам было что смотреть. Чем я занимаюсь после работы, я завожу продукты в бизнес и катаю рейсы дальнобойщика. Ивенты я как бы почти полностью прошел, я даже это вам могу показать. Так, статистика сталкера, 78%, не осталось еще пройти, получается, Семенова, ну и в принципе все. Сложные задания я не выполнял полностью, поэтому вот как-то так. Так, давайте сейчас купим ремочки, я уже магнум подогнал и поедем катать рейсы, будем зарабатывать деньги и будут такие, будем дальнобойщика просто и все. Я надеюсь, что вам эта серия понравится. Что-то другое снимать, у меня нет времени, я просто сниму вам то, чем я занимаюсь после работы, вот и все. Так, едем сразу в Юшку, потому что здесь ближайшие рейсы есть. Как бы сейчас будем брать самые большие рейсы, чтобы заработать баблишко. 25 лямов, по-моему, я должен, и еще плюс 20, ну 45 лямов, короче, я должен. Будем сейчас катать рейсы, понемножку зарабатывать денежку. Здесь у нас никого нету, давайте быстренько сейчас рейсик возьмем. Ну, вот в Латкале, например, есть рейс, 50 тысяч платят, ну давайте его возьмем. Будем брать рейсы, на которых больше всего платят. Магнум у меня, кто не знает, с третьим чипом, нитро, как бы фул тюнинг, аудиосистема также имеется, поэтому магнум полностью заряженный. Пробег на данный момент 217 тысяч, 650. Все, нитросик подрубили, просто разогнались максималочку, полетели. Конечно, времени особо у меня нету играть, вот я буквально приезжаю в 7 часов, бывает чуть позже, купаюсь там, захожу поиграть и все. Как бы через 2 часа все, уже ложусь спать и так каждый день. Я сегодня отработал, по-моему, четвертый день, да, и еще мне нужно отработать 10 дней. И потом я уже, скорее всего, буду обратно снимать, как раньше, часто, каждый день буду серии выпускать. Ну а пока что, пацаны, вот, как есть, так есть, буду стараться в неделю хотя бы 2 серии выпускать. Потому что, сами понимаете, то, что я работаю там, я в 6 утра просыпаюсь, доезжаю до работы, потом после работы, пацаны, просто ничего не хочется делать, потому что работа как бы нелегкая. Я думаю, многие спросят меня, Кирилл, ты же как бы ютубер, снимаешь видосы, тебе за это платят, с Амазингом я не сотрудничаю. С помощью ютуба можно неплохо зарабатывать, но это же не будет вечно продолжаться, нужно, как бы, хоть иногда, там, месяцок поработать, как бы, опыта хотя бы немножко набраться. Мне нравится, пацаны, работать, да, я понимаю то, что для вас это плохо, то, что видосы редко выходят, стримов нету там и так далее. Но, пацаны, поймите меня, я как бы человек, мне тоже нужны деньги, я хочу заработать нормально денег перед Новым Годом, чтобы купить себе, возможно, новый телефон, там, еще что-то купить, шмотки, там, туда-сюда. Как бы, да, я могу из ютуба зарабатывать, но, честно, я вам скажу, я вот работаю сейчас в другом городе, бля, мне намного легче работать, чем видосы снимать и монтировать, пацаны. Просто, вам нужно сначала придумать, что записать, потом, как бы, довести это до ума, записать, смонтировать, как бы, это тоже не очень легко, пацаны. Для меня, в данный момент, лучше просто работать, пока что. Конечно, ютуб я не буду забрасывать, но, пацаны, надо, как бы, тоже работать, поэтому вы должны, я думаю, меня понимать. Понятное дело, то, что контент, который я сейчас снимаю, это вообще ни о чем, потому что я просто катаюсь, о чем-то рассказываю и все, как бы, ну, это, по сути, разговорное видео, где я просто работаю дальнобойщиком, и вам что-то интересное рассказывать, допустим, про свою работу, чем я занимаюсь, там, туда-сюда. Но, пацаны, по-другому никак, у меня, как бы, нету мысли, что записать, реально, потому что ты работаешь, у тебя, пацаны, голова забита другим, понимаете, ну, на работе я не могу думать о том, что мне записать, там, на Мазинге и так далее, либо на Родине, либо на Блэк Раше, поэтому, пацаны, надеюсь, то, что вы сильно меня ругать не будете, что я снимаю такие видосы, просто обычные, в которых нету смысла. Ну, хотя, в этом видео есть смысл, потому что, я думаю, не все знают то, что я сейчас, как бы, работаю, почему видосы редко выходят, поэтому для некоторых это видео будет, в принципе, полезным, но так, если по факту думать, то, как бы, видео вообще ни о чем просто, ну, если, допустим, новый зритель какой-то зайдет, он вообще не поймет, о чем видос. Так, рейсика у нас в порту нету, поэтому сейчас быстренько передвигаемся на лесорубы, ну, реально, пацаны, просто катаем рейски, общаемся с вами, ну, как общаемся, общаемся, как бы, просто рассказываю, бля, уже такую хуйню начинаю говорить, потому что, реально, после работы, пацаны, просто ничего не хочется, ну, и мне захотелось для вас записать видео, чтобы вы реально не скучали, поэтому, какое видео получится, таким оно, в принципе, и выйдет. Я вам повторяю, пацаны, то, что я работаю уже четвертый день, без выходных, нету времени даже толком отдохнуть. Вот ты реально лег спать, просыпаешься через 6-8 часов, все, ты обратно на работе, понимаете, ну, ну, это реально жестко, пацаны, это жестко, но мне это нравится, реально, мне это нравится, я не жалею то, что я пошел работать. Работа сложная, работа ответственная, реально, то, что, ну, можно что-то разбить и встать на бабки. Кто не понимает, если что, я работаю, ну, можно сказать, грузчиком, работаю в очень большом супермаркете, The Mart называется, может, кто-то знает, кто в Украине живет. И там, пацаны, пиздец происходит, этот пермаркет открылся буквально неделю назад, ну, и там пиздец, пацаны, там работы ебанутся сколько. Ну, платят, в принципе, неплохо, но деньги мне не сразу дают, а дадут только, получается, в конце, в самом конце только мне заплатят. Конечно, блин, еще продукты надо будет завезти обязательно, вот, я вам даже могу финночку показать за то время, когда я работаю. Ну, финка за сегодня 900 тысяч, вчера финка была лям, ну, это, видите, мало продуктов, ну, маленькая финка, потому что завозил не я продукты, я завожу в основном 8 тысяч продуктов, потому что этого хватает, чтобы я приехал домой, зашел в игру и завез обратно продукты. Как бы, просто не хочу, чтобы бизнес простаивался, я стараюсь максимально, чтобы пацаны были продукты, чтобы кто захотел, мог приехать сразу купить ремку, там, подчинить целку. Особенно на Рублевке, как бы, мой безак очень выгодный для людей, потому что им не нужно, там, ехать в Юшку, либо в Горель, чтобы купить ремки, они сразу хуяк заехали ко мне, купили и все. А так, если у них будет продуктов, то игрокам придется ездить хуй знает куда за этими ремками и покупать их, возможно, даже дороже, чем у меня. Поэтому я стараюсь максимально держать планочку, чтобы бизнес всегда был в хорошем рабочем состоянии. Если честно, пацаны, я вот сейчас работаю в этом демарте, там, как бы, ну, я неофициально работаю, и там нужны люди. Я вот думаю, может, когда я отработаю две недели, мне обратно пойти туда работать, уже официально. Грузчики там зарабатывают месяц. В 12 тысяч рублей это примерно, ну, короче, 25 тысяч рублей они зарабатывают в месяц. Это очень неплохо. Супермаркет только открылся недавно, поэтому там, конечно, работы очень много, все нужно фасовать, сматывать в ленту. Ну, короче, там работы, пацаны, пиздец. Я вот сегодня целый день был, как она называется, заморозка. Ну, короче, там, где рыба замороженная. И мы там весь склад просто перебирали, переслаживали, все. Я замерз, пиздец, там, минус 20 градусов, чтобы вы понимали, в камере. А я, блядь, в спортивных штанах, блядь, в курточке осенней, блядь. Охуеваю там просто, реально. Я там час простоял, я просто охуел, пацаны. Ноху уже не чувствовал. Я надеюсь, что я вам это нередко рассказываю про свою работу, потому что я думаю, многим интересно, кем я работаю, что я делаю. Субтитры сделал DimaTorzok